Добрый день, добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой YouTube канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на март 2024 года. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь, поудобнее будем разбираться. Итак, козероги, для того, чтобы понять, каким будет этот месяц, нужно, во-первых, посмотреть, какой он будет в глобальном плане. И здесь, конечно же, очень много внешних событий, новостная лента будет сбивать фокус с главным. Поэтому здесь, пожалуйста, отсекайте, делите напополам, а то и раза в три, в четыре, для того, чтобы фильтровать новости, события, которые будут происходить. Потому что, помните, все это будет отвлекать вас от реализации, потому что для вас, дорогие козероги, этот месяц обещает быть очень активным и продуктивным. И поверьте, если же в этом месяце очень классно потрудиться, то получится уже во второй половине марта получить такую классную основательную прибыль. Да, месяц создан для работы, для продуктивной работы, для работы, которая раньше проходила долго, нестабильно, когда вообще было сложно что-то начать, не было сил, мотивации. Сейчас же в марте, начиная хоть первого, хоть десятого, хоть пятнадцатого числа, будет прям отличное продуктивное время для развития. В работе дела будут идти стабильно, по плану, да, то, что запланировали, будет случаться и происходить. То, что не нравится, перехотелось, захотелось изменить, вы с легкостью можете изменить. То есть даже, возможно, будет изменить все свои ошибки, то есть и те моменты, которые раньше не получалось изменить, исправить. Поэтому я скажу, дорогие козероги, что март для вас – это месяц возможностей, когда в работе будет как раз-таки настолько гладко, что вы удивитесь, почему. Вот почему так? Просто пришел момент. Но понимаете, если вы до этого что-то делали, и вы начинаете внедрять и подниматься, усложняться, все равно будут какие-то заминки, все равно будут какие-то небольшие сложности. Но это, как говорится, те загадки, которые необходимо решить. Поэтому здесь делайте, дерзайте, внедряйте, да, все, что хотелось. Работа будет продуктивная, плодотворная, почти весь месяц, да, у нас будет Сатурн, вообще, в принципе, весь март Сатурн, ваш управитель, он благоприятный, делает постоянно благоприятный аспект. Поэтому свою работу продвигайте, пиарьте, если необходимо подучиться, выучиться, повысить квалификацию, тоже смело. Если требуется для работы куда-то съездить, с кем-то договориться, расширить границы, я бы так сказала, своей работы, конечно же, конечно же, повышайте, повышайте свой статус, повышайте свой уровень нормы, это нормально. И что хочу сказать, дорогие мои козероги, начало месяца, первая его декада, во всяком случае, Сатурн будет в соединении с Солнцем, с Меркурием и с Нептуном. И здесь все, что вы вложите, все, что вы захотите сделать, несмотря на то, что это уходящий лунный цикл, конечно, если вы заложили это в феврале, на растущей луне, в предыдущем лунном цикле, то здесь история, история того, что если вы вложили в феврале, то вы в начале марта получите очень классные дивиденды или прибыль. Если же вы тогда не вкладывали, вкладывайте в первые 10 дней марта, будет вам счастье, будет хорошо, будет продвигаться отлично, получится вот прям вот как вам хотелось, да, получится договориться, получится сделать, оформить все как надо, и масштабы ваше дело примет, я бы так сказала, такие большие глобальные. Поэтому здесь ни в коем случае не пренебрегайте этим временем. Как я люблю всегда говорить, благоприятный гороскоп плох тем, что есть такой соблазн залениться, когда обычно говорится, да, что все хорошо, делайте, действуйте. Видите, людям такое свойственно залениться, ничего не делать, типа, ну все же все равно будет хорошо. Ребята, под лежащий камень вода не течет, это касается трудоголиков, работящих, козерогов, если же вы ничего не делаете, естественно, вам ниоткуда не прилетит. Это просто, пожалуйста, понимайте, да, и будьте здесь активны и ответственны. Что касается 15 марта, Сатурн потихоньку начинает двигаться к Венере, и здесь ожидаем по самый конец марта, ожидаем прибыль, ожидаем договоренности, которые будут приводить к прибыли, да, и здесь момент, что необходимо, если вы хотите приумножить свои деньги, финансы, необходимо вкладывать. То есть вложения окупятся после, но как раз-таки благоприятное время для вложений. Я вам больше скажу, с 15 по 25 марта, по 24, я бы так сказала, хорошее время для вложений. С 25 марта у нас с вами на небе коридор затмений, и здесь история того, что, да, именно в этот коридор затмений желательно нового ничего не начинать. В этот коридор затмений лучше заканчивать старые дела или же начать их раньше, в марте, и потом просто продолжать это дело, потому что этот коридор затмений начинается с лунного затмения, и значит, луна будет идти на убыль. Здесь, конечно же, понимаем, что то, что начнете в этот момент с 25 марта по 8 апреля, будет уходить на убыль. Здесь будет, я бы так сказала, любое начатое дело в этот момент очень быстро прогорит и не получится. Поэтому понимайте, вкладывайте в это в определенную ответственность, при этом знайте, что это общий гороскоп. На планете примерно 700-800 миллионов козерогов, все разных возрастов, воспитания. И здесь, конечно, понимаете, что для всех одинаковый гороскоп не может быть. Если вы хотите свой персональный, либо записывайтесь на консультацию в описании канала, ссылочка на сайт, либо оставляйте здесь в комментариях свою дату, время, место рождения и вопрос, который вас интересует. И я постараюсь ответить, если вы четко все зададите и оставите именно вот эти все данные, которые я вас попросила. Ну уж, как говорится, как руки дойдут. В консультации все, конечно, происходит быстрее. Но для того, чтобы разобраться, какой будет март, нужно, конечно же, посмотреть. Здесь будут еще возникать вопросы, которые были ранее. То есть все ваши страхи, печали и недоделки будут всплывать в этом марте. Да, все, что вы не хотели делать и решать ранее, все шло накопительным таким эффектом, оно все проснется в марте. И, как говорится, вот в этот такой прекрасный, благоприятный момент для реализации необходимо будет разбираться со всем тем старьем, который вы просто не могли выкинуть, выбросить, избавиться. Для того, чтобы оно вас не мешало, да, решить эти задачи, наконец-то. Ну вот, поэтому доделывайте сейчас в феврале, пока вы видите этот гороскоп, прекрасное для этого время. Доделывайте, чтобы в марте, наконец, начинать внедрять. Ну, либо же доделывайте, когда будет как раз-таки коридор затмений с 25 марта. Это хорошее для этого время доделывать, заканчивать старые дела, старые проекты, чтобы они не ушли. Как раз-таки у нас коридор затмений будет на оси овен-весы. Как раз-таки получится прям внутренне понять, хочется, не хочется. То есть пожертвовать чем-то старым, подумать, попрощаться и действовать, начать вперед. Вот, поэтому, мои дорогие, дерзайте, у вас все получится. Хотя, в принципе, к озерогам изначально говорила, что март очень продуктивный, активный месяц. Если делать, понимаете, что под лежащий камень вода не текет, и здесь необходимо шевелиться. Если же вы ничего не делаете, то это будет, я бы так сказала, такая упущенная выгода. И, конечно же, сразу после коридора затмений у нас наступает ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий наступает на пятки, естественно. С 8 апреля по конец, почти весь апрель у нас ретромерк всегда приходит на три недели. Будет, естественно, у нас опять режим стагнации. Поэтому, понимаете, что март, дорогие к озероги, для вас очень-очень необходим. И ваши управители будут в прекрасных, классных, гармоничных аспектах. Будет абсолютно рабочее настроение для реализации пробивных способностей. Действовать четко, фундаментально, на века для того, чтобы прибыль свою потянуть, сделать. В каких сферах будет хорошо? Будет хорошо в сфере строительства, в сфере недвижимости, в сфере договорных отношений, в статусных работах, которые повышают социальный статус. Все, что связано с заграницей, тоже будет хорошо получаться. Путешествия тоже получатся. И путешествия связаны с работой, то есть те же самые командировки для расширения кругозора в том числе. Получится хорошо образовательная деятельность, образовательные проекты. Поэтому, если здесь у вас есть вопросик, например, повысить квалификацию, то, что вам необходимо было в работе, идеальное время. Знания будут укладываться много, много знаний. И желательно, конечно же, на учебу потратить первую половину марта. Будет очень много знаний впитывать, будете как губка, и это будет на самом-то деле хорошо. Хорошо. Что касается любовной сферы, любовной отношений, первая половина марта будет, я бы так сказала, на таких эмоциях, на желании претензий, на желании что-то где-то доказать. Но это просто от нереализованности, понимаете? Здесь такой момент, потому что когда вам словите себя на мысли, дорогие козероги, когда вам хочется что-то доказать партнеру и сказать, что партнер что-то не делает, не развивается, не зарабатывает столько денег, сколько надо. Там живет и там, где он хочется, там просто вы себе говорите, что вы считаете, что вы сами мало зарабатываете. Поэтому понимаете, не предъявляйте партнеру претензии, предъявляйте их себе. И, конечно же, конечно же, не лежите на диване в этот месяц. Это активный месяц для работы, когда будет получаться все и даже больше. И я бы так сказала, такую возможность терять, ну ни в коем случае нельзя, потому что апрель будет разный. Апрель будет сложный. Уже не будет столько много, я бы так сказала, эмоций для разворота, я бы так сказала, своих проектов, для событий таких. Хоть и март в этом году очень богат на события, очень богат на информационный фон, на фейковые новости, в том числе на новости, высосанные из пальца. Поэтому, конечно же, понимайте, чтобы не засорять свое информационное пространство, особенно в первой половине месяца, здесь понимайте, что ваша реализация – это только ваших рук дело. Только вы ответственны за это. И без своей реализации вам будет сложно в этой жизни чего-то достичь, себя уважать, себя любить и ценить в том числе. Поэтому реализовывайтесь в марте, ну еще будут, конечно же, месяца, в которых будет все хорошо, но хотелось бы для того, чтобы получить в апреле и в мае прибыль, да, хотелось бы, конечно, чтобы в марте вы потрудились, хотя бы что-то сделали, направили себя туда, куда необходимо. Если же в этом марте будет очень много энергии агрессивного такого состояния, хотя в принципе не должно, начните заниматься спортом. Спортом можно занимать активным, заниматься, да, можно статичным, там различные йога, пилатес, планка, просто отжимания обычные дома, подтягивания. То есть обязательно для того, чтобы начать наращивать мышечную массу и в прямом смысле тело начало принимать тонус. Активно понадобится вам в этом году однозначно. Год сложный и за этим годом идет еще более сложный год. И готовьтесь уже к этому сейчас, потому что зарабатывать вы хотите достаточно, прилично и много и активно. И поэтому признайте себе, какого океана вы рыба, да, то есть и плавайте, как говорится, в своих водах, ходите в те мероприятия, то есть тусуйтесь в тех тусовках, где вы хотите тусоваться. Кстати, март прекрасное время для того, чтобы тусоваться как раз-таки в тех тусовках, в которых вы хотите жить, быть, которым вы хотите быть приближены. Поэтому я бы так сказала, посещайте те мероприятия, какого социального статуса вы хотите. Как говорится, носите не тот костюм, на который у вас сейчас есть деньги, носите тот костюм, жизнью, в которой вы хотите жить. Поэтому да, или работу, которую вы хотите иметь, носите соответствующий костюм той работы, и вы будете ее иметь. Вот такая история для вас, мои любимые козероги. Еще раз говорю, месяц для вас будет активный, интересный и обязательно результативный, если вы будете действовать. Если вы будете прожигать это время, получится очень классно прожечь время, в том числе распылить весь потенциал в никуда. Но тогда после встречаем, к лету, к лету я бы так сказала, ответочка придет, да, по опорно-двигательному аппарату, вопросики, да, кто где что не внедрил. У козерогов обычно это хромает кости, зубы и тому подобное начинает сыпаться, потому что понимает, что хочет сделать, но почему-то этого не делает. Поэтому да, и в коридор затмений обязательно будьте внимательны, потому что коридор затмений, именно этот, который к нам придет, он придет именно для того, чтобы осознать, куда же мы идем. Если вы еще никуда не пришли, мои дорогие, даже у вас фокуса внимания и действия нет в эту сторону, будет сложно, этот коридор затмений дастся сложно, именно эмоционально, и подвергнутся испытаниям, конечно же, партнерские отношения, любовные, романтические, семейные, на работе, в том числе. Все из-за того, что вы не идете туда, куда надо. Но давайте не будем о грустном, будем о продуктивном, и все-таки я в вас верю, козероги, что вы возьмете весь свой потенциал и начнете выжимать из себя все, что только можете. А вы можете, я вам точно знаю, кстати, в конце видео прикреплю большое часовое видео про вас. Те, кто еще не видел, обязательно посмотрите для того, чтобы сонастроиться со своим знаком, проведите этот час с пользой и узнайте для себя много чего того, возможно, в чем вы себе боялись признаться, но это по факту есть на самом деле. Дорогие мои, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и я желаю вам прекрасного и продуктивного месяца. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.